Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава послания Иакова, читая свой собственный перевод для библейского портала Экзегет. Ну вот, первая глава этого необычного соборного послания, написанного по всей видимости Иаковым, братом Господнем, руководителем Иерусалимской общины, первым ее руководителем, хотя не точно, авторство точного нам неизвестно, вот эта самая первая глава вводила какие-то важнейшие понятия искушения, праведность, которая заключается прежде всего в контроле за собственным языком и в помощи вдовам и сиротам, то есть не в том, чтобы много говорить о Боге, а в том, чтобы много делать для ближнего и тем самым прославлять Бога. Но вторая глава вдаётся более подробно в эти все вещи и рассматривает сначала очень простую ситуацию. Братья мои, если верите в славного Господа нашего Иисуса Христа, никого не выделяйте особо. Войдёт в ваше собрание роскошно одетый человек с золотыми перснями на пальцах, войдёт и бедняк в грязной одежде. Взгляните вы на роскошно одетого и скажете, тебе будет удобно присесть здесь, а бедняку скажете, а ты постой, или садись тут мне под ноги. И так вы вводите разделение в общине и решайте, исходя из дурных помыслов. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, Бог избрал тех, кто беден в этом мире, чтобы обогатить их верой и дать им в наследие царства. Он обещал это тем, кто его любит. А вы с презрением отнеслись к бедняку. Но разве не богатые угнетают вас и тянут суды? Не они ли оскорбляют доброе имя, которое вы носите?» Вот абсолютно прекрасный исчерпывающий ответ об отношении к богатству в церкви. Вот постоянно возникает этот вопрос. В богатстве нет ничего плохого. Богатство — это инструмент, с помощью которого можно сделать много доброго или хорошего, как с помощью топора можно дров наколоть или человека убить. Один и тот же топор. Богатство — это инструмент. А что дурно в церкви, когда богатство начинает определять отношение к человеку? Когда богатому по максимуму, бедняку, что останется? Вот этого быть не должно. И более того, Яков вводит здесь какое-то такое разделение. Он говорит, смотрите, это богачи вас угнетают. Ну, понятно, имеется в виду не христианские богачи, а язычники. Но бедняку просто не до того, чтобы ходить по судам. Он работает с утра до вечера. Суды, к тому же, не бесплатные. И сейчас судиться это дорогое удовольствие в древности точно так же было. Нужно платить всякие пошлины, нанимать всяких адвокатов, ораторов, которые будут себя в суде представлять. Это только богатый человек может себе позволить. То есть, смотрите, выгоняясь за богатством, можете тем самым променять свою веру на этот ресурс. Захочется этого ресурса, но ведь тогда получается, что это не про веру, это про что-то еще. Вот в чем опасность, а не в богатстве как в таковом. И дальше из этого он делает более широкий вывод. Если вы исполняете царский закон, который дан в Писании, «Возлюби ближнего, как самого себя». Да, это есть книги Левит, но Иисус ее приводит, Евангелие от Матфея, как главную заповедь. «То поступаете прекрасно». Ну да, самого себя-то ты не посадишь куда-нибудь в грязный угол. «А если вы относитесь к людям с лицеприятием, то совершаете грех, и закон обличает ваши преступления». Ну то есть, если вы как-то пристрастны, вот одного любите, а другого не любите, исходя из каких-то внешних признаков. «Ведь кто исполнил остальной закон, но что-то одно нарушил, оказался виновным в целом. Кто сказал, не блуди, сказал, и не убивай, если ты не блудишь, но убиваешь, ты все равно преступник». Ну понятно, да, что те, кто сидят в тюрьме, нарушили не все законы, а там один-два каждый. Но, тем не менее, оказались преступниками по отношению к закону Божьему примерно то же самое. И нельзя оправдывать нарушение одной заповеди тем, что ты исполняешь другую. «Помните, что из-за своей речи, из-за поступки будьте судимы по закону свободы. Кто не проявил милости, того и судить будут без милости, а ведь милость превыше суда». Закон свободы, он его уже упомянул в первой главе. А что такое закон свободы? Разве это не взаимоисключающие понятия? Закон — это рамки, границы, выход за которые караются. Разве не так? Любой закон таков. Божий закон, в принципе, тоже. Вот заповеди нарушил, получишь какое-то наказание, подпадаешь под гнев Божий. А свобода — это я что хочу, то и делаю, разве нет? А вот он поясняет, кто не проявил милости, того и судить будут без милости, а милость превыше суда. То есть закон свободы — это закон, который сам себя ограничивает. И милость Божью, которая продолжается в милости человека, он делает сильнее закона. Ну, как помилование. Человека могут осудить, но может его глава государства помиловать. И даже если он осужден, помилование действует. Помилование не говорит, он не виновен. Помилование говорит, он освобождается от наказания. Вот так и здесь. Закон свободы — это тот закон, который не автоматически, который не выстраивает некое уравнение. Вот нарушил, вот получил, да? А который ставит милость надо всем. Все это может быть перечеркнуто, все это может быть оставлено без наказания. Но как же мы это получаем? Апостол Павел очень много пишет веру, да? Не делами, а веру, и мы получаем спасение. Иаков прекрасно, судя по всему, это знает. И дальше начинает это комментировать. Что польза, братья мои, если кто говорит, будто имеет веру, но не подтверждает ее делами? Сможет ли такая вера его спасти? Допустим, брату или сестре не доставят одежды и ежедневной пищи. А кто-то из вас им скажет, ступайте с миром, грейтесь и питайтесь. А того, что нужно для жизни, вы им не дали. Какая от этого польза? Так и вера, не подтвержденная делами, сама по себе мертва. Он не спорит с Павлом, что вера спасает. Вера, а не дела. Но что есть вера? Я верую, сказать легко. А произнести некоторые исповедания веры, ну, чуть сложнее, но тоже занимает две минуты. А вера – это образ жизни, говорит он. Вера – это действие в соответствии с этой верой. Не значит, что дела спасают, но дела свидетельствуют о ее наличии. И тут кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня дела, а как же ты покажешь мне свою веру, если она бездействует? А я покажу тебе свою веру своими делами. Ты веришь, что Бог един, прекрасно. Так веруют и бесы, но это лишь ужасает их. То есть вера, как принятие некоторого утверждения, я верю, что Бог един, она абсолютно бесполезна. Если она не сопровождается жизнью в соответствии с этим убеждением, бесы тоже веруют то, что Бог един, но ведут себя не так, чтобы эта вера им помогла. Показать ли тебе, пустой человек, что вера без дела ни на что не годна? Как получил праведность справиться с наш Авраам? Любимый пример Павла, кстати. Там до обрезания, вне обрезания и так далее. Потому что поверил Богу, да, так и есть. По делам своим, когда был готов принести сына своего Исаака в жертву. Это, конечно, описание того, что было в 22 главе Бытия, более подробно рассказано. Когда Авраам поверил Богу и готов был по повелению Бога принести в жертву своего сына Исаака. Правда, это было не нужно. Богу это было своего рода испытанием, но это было действие, да? Ты же видишь, что вера его проявилась на деле. Вера достигла совершенства в его поступках. Так исполнилось сказанное в Писании. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И он был назван сыном Божьим. Павел тоже цитирует это самое место. Поверил, это вменилось в праведность, да? В послании к римлянам он это описывает. Это из 15 главы Бытия. Но смотрите, Павел и Аков подходят к этой богословской теме с немножко разных сторон. Они не столько спорят, сколько высвечивают вот эту разницу, сколько показывают, что все несимметрично немножечко, да? Что вера и дела — это не две таких вот формы религиозности. Вот тут вера, вот тут дела, и они никак не связаны между собой. А вера и дела более сложно относятся друг к другу. И Иаков напоминает, что вера, лишенное дел, не является верой вообще. Не потому что дела спасительны, а потому что вера не есть просто умствование. Так исполнилось сказанное в Писании. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он был назван Сыном Божьим. Итак, вы видите, что человек признается праведным по своим делам, а не только по вере. Точно так же и блудница Раав была признана праведной по своим делам, когда приняла израильских разведчиков и тайно выпустила из города. История второй книги Иисуса Новина, где рассказано, как блудница это приняла действительно разведчиков и, собственно, позволила ему идти живыми и здоровыми. И в результате была принята в израильский народ, можно сказать, она поверила Богу. Но, опять-таки, ее вера действенна. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вот это знаменитая фраза апостола Иакова «вера без дел мертва». Но дальше он в это не уклоняется. Он не начинает это разбирать более подробно, а, начиная с третьей главы, он переходит к практическим наставлениям доверующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok